Здравствуйте! В эфире программа «Область культуры». Меня зовут Ростислав Азизов. О самых запоминающихся событиях прошлой недели расскажу сегодня. Снова в лидерах. Амурская область стала лучшей в стране по реализации национального проекта «Культура». Молодежное пространство в Благовещенске продолжают реконструкцию библиотеки Чехова. На двух берегах в регионе готовятся к российско-китайской ярмарке культуры и искусства. Селфи со склерозом. Новый спектакль поставили в Амурском театре драмы. Книги становятся популярнее. 27 мая в России отметили праздник библиотек. Именно в этот день, в 1795 году, была основана Императорская публичная библиотека. Сейчас она называется Российская национальная. В нашей стране работают более 42 тысяч библиотек. В них трудятся 130 тысяч человек. Среди тех, кто знает абсолютно все о книгах, Анна Шматкова. Она более 20 лет руководит библиотекой села Ирковцы, которая стала лучшим межпоселенческим учреждением культуры. Книгоград. Именно так свою библиотеку называет Анна Шматко. Она уверена, это не просто книгохранилище, это целый мир, открытый каждому, кто любит и ценит чтение. Среди посетителей не только взрослые, но и дети, для которых в библиотеке проводят лекции, мастер-классы и выставки. Первые где-то по 5-6 классы, дошкольники. Это наша основная категория, это мы для них работаем. В основном вся литература приобретается для них. Анна Шматко, дошкольный педагог, почти всю жизнь прожила в Ирковцах. Говорит, что больше всего читатели любят книги о жизни. В библиотеке села 7 тысяч различных произведений. Учреждения существуют уже 103 год. За это время библиотека стала центром культурной жизни селян. С уверенностью можно сказать, что читает и Благовещенская молодежь, которая проводит время в библиотеке Чехова. Именно она станет модельным учреждением культуры. На модернизацию потратят 5 миллионов рублей. Это средство государственного бюджета. Какой станет молодежная библиотека и пользуется ли сейчас она спросом у молодежи, расскажу далее. Кирилл Кириллов пришел в библиотеку за книгой Ивана Гончарова «Обломов» и, пользуясь случаем, решил с подругой сыграть в шахматы. Вы не ослышались, в этой библиотеке можно даже петь, танцевать и играть в интеллектуальные игры. Я считаю, что это очень хорошо, что точки неформального общения, там, где можно посидеть, пообщаться, поиграть, вот как здесь вот в данный момент могу. Библиотека – это то место, где я могу взять книгу, интересующую меня, как и по школьной программе, классическую литературу, так и что-то интересное в других жанрах, интересное для молодежи вообще. Библиотеку молодежную открыли 4 месяца назад, и, несмотря на такой короткий срок, руководству есть чем гордиться. Ее уже посетили около 30 тысяч человек и в основном подростки. Уже даже, несмотря на то, что уже тепло, все равно популярно, люди приходят и вечером, и утром, и днем, ну, то есть это нас очень радует. Вот мы сейчас еще пополним книжный фонд на 2000 экземпляров, то есть это достаточная такая прибавка, да, к тому, что мы сейчас имеем это раз, и помимо того, что мы будем приобретать вот такие вот бумажные книги, мы также увеличиваем и оформляем подписку на электронную библиотеку «ЛитРес», также на всевозможные платные электронные ресурсы, где каждый, да, кто не хочет читать бумажную книгу, он может скачать, прочитать, послушать, ну, то есть, ну, на любой каприз. Сейчас в фонде библиотеки более 16 тысяч книг учреждения продолжает работать и во время ремонта. Кстати, дизайн библиотеки изменится. В ближайшее время в залах появятся нестандартные полки, мебель и даже качели. Обновления проведут благодаря национальному проекту «Культура». Это будет не такой типовой дизайн, который разрабатывают фирмы, и там просто шаблоном дают многим библиотекам России, да, потому что 110 библиотек выиграли, мы знаем, что где-то будут образцовые просто дизайны, а у нас будут вот свои фишки. Полностью завершить ремонт планируют в ноябре, между тем работники библиотечной системы Благовещенска уже придумали, чем занять любителей чтения летом. Каждую субботу на вечернем рейсе теплохода «Москва» проводим вот такие литературные, творческие, культурные мероприятия на реке Амур. Это очень полюбили как горожане, так и гости города, потому что в одной из социальных сетей наших мы видим постоянные просьбы, отзывы о том, что когда, когда будет и какая следующая тематика. Каждое воскресенье на набережной возле бронекатера мы проводим открытые лектории. То есть с 19 до 20.00 мы приглашаем жителей, гостей города послушать интересные лекции о краеведении, об исторических особенностях нашего города Благовещенска, о каких-то современных вещах, которые актуальны сегодня, здесь и сейчас. А в библиотеке Чехова летом планируют проводить музыкальные поэтические вечера, творческие мастер-классы и концерты местных коллективов. Амурская область вновь стала лучшей в стране по реализации национального проекта «Культура». Такое мнение высказал Владимир Мединский на заседании Координационного совета в Новосибирске. Также министр культуры России отметил работу еще семи регионов. Подробнее о проекте и его реализации, а также планах на будущее нам рассказала Ольга Юркова. Конечно, мы понимаем о том, что в итоге только пяти месяцев и до конца года еще есть время и много ответственности. Сейчас ответственность лежит уже на главах местного самоуправления, потому что мы уже довели денежные средства, заключили соглашение с ними, и все процедуры конкурсные уже должны проходить на уровне местного самоуправления, на наших муниципалах. Я хочу сказать о том, что мы первые на территории Российской Федерации, кто реализует направление автоклуба. Например, Якутия получит только в 2022 году денежные средства, а вот Амурская область именно в этом и в следующем году, и 11 автоклубов должны начать работу на территории Амурской области. Мы вошли по нескольким направлениям еще также первые. Мы первые, кто получает музыкальные инструменты, и сейчас наши школы искусств уже выбирают те музыкальные инструменты, которые должны поступить в школы. Почему сложность? Потому что, представляете, на всей территории Российской Федерации начался проект, и когда не были загружены производства по производству музыкальных инструментов, их в принципе нет. Поэтому, конечно, здесь ответственность как можно быстрее отработать с фабриками, с заводами, именно поставку и налаживание производства, практически производства этих инструментов в этом году. То есть их нужно в этом году изготовить, приобрести и поставить в Амурскую область. Вот эта задача, конечно, перед нами достаточно сложная на сегодняшний день. Мы также уже распределили денежные средства. Сейчас конкурсы объявлены. Я вот буквально вчера выезжала в Черемхово, смотрела Дом культуры, который планируется там отремонтировать, и что нужно сделать для того, чтобы это все-таки был очаг культуры. Очень приятно, что есть спонсоры. Мы приехали, там были уже вставлены окна пластиковые, и естественно, что эти денежные средства, которые мы планировали на окна, мы направим, скорее всего, на кресло и на какие-то другие цели. Но в любом случае, это такая же задача, как и нацпроект. Дома культуры у нас требуют и капитального, и текущего ремонта. И здесь мы постараемся в течение вот этих шести лет, насколько запланирована эта программа, максимально принять участие, и все, что можно будет получить от федерального бюджета, мы постараемся. Вот, вы знаете, я читала тоже комментарии о том, что как же так, Амурская область, и вот лучше в реализации нацпроекта. Может быть, из-за того, что нам не хватает денежных средств, мы стараемся как можно быстрее все забрать, чтобы, может быть, получить еще что-то дополнительно. Вот в этом году у нас из дополнительных, это модельная библиотека в городе Благовещенске. На следующий год мы уже подали и предварительные решения есть о том, что Толстовка, Тамбовского района у нас получит порядка 15 миллионов рублей на ремонт, на капитальный ремонт дома культуры. Это тоже нацпроект, но те разделы, которые не прописаны по получателям, это все необходимо подавать дополнительные заявки и уже их стараться пробивать, и, так скажем, отстаивать свои интересы и потребности в направлениях. В Преамуре готовятся к ярмарке культуры и искусства, которая пройдет на двух берегах с 17 по 28 июня. Концерты, выставки, мастер-классы и не только. На расстоянии вытянутой руки именно в таком формате проведут юбилейный фестиваль. В Хэйхэ фестиваль откроют 23 июня в Благовещенске 24-го. На российском берегу мероприятия запланированы до 28 числа. Амурчане смогут принять участие в 60 уникальных проектах. Один из них – праздник детства. Красочное шоу организуют прямо на набережной. Здесь состоится запуск воздушных змеев, концертная программа и мастер-классы. Все для жителей и гостей Амурской области бесплатно. Выставки, выступления коллективов, приезд сюда коллективов, мастер-классы и так далее. Пожалуй, самым запоминающимся событием фестиваля станет концерт Государственного академического заслуженного ансамбля танца Республики Дагестан «Лизгинка». Перед зрителями выступят 55 артистов. Также в ярмарке культуры и искусства примет участие симфонический оркестр провинции Хэлэндзян. Церемония открытия пройдет в Большом зале ОКЦ, а на площади возле культурного учреждения состоится конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества. Без передыху, без походов на обед, на покушать, куда-то отдохнуть, мастера сидят и работают над своим произведением. Заранее им дается тема в прошлом году, например, это было «160 лет Амурской области». Тема большая, развернуться есть где. В этом году пока держим в секрете нашу идею. Но будет очень интересно, потому что 6 часов работы на глазах у зрителей – это уникально. Впервые в рамках российско-китайской ярмарки культуры и искусства в Россию приедет Китайский научно-технический музей из Пекина. Передвижная экспозиция состоит из 7 тематических зон. В Благовещенске посетить музей можно будет в течение двух месяцев. Более подробно о мероприятиях, которые запланировано провести в рамках юбилейной ярмарки культуры и искусства, мы вам расскажем в выпуске программы «Область культуры. Афиша». Только живопись – так называется выставка заслуженного художника России Леонида Кельчинского, которая открылась в Амурском краеведческом музее. Посетители до 18 июня смогут увидеть 20 работ мастера, написанных в разных жанрах – пейзаж, портрет и натюрморт. Кстати, сейчас Амурский областной краеведческий музей участвует в конкурсе. Его проводят в Москве. О своих новинках рассказывают руководители более 350 музеев из России и других стран. Амурская область презентует два новых пространства, открывшихся в 2018 году. Это выставочный комплекс «Дом Саяпина» и мастерская народного художника России Александра Тихомирова. Презентация «Два имени, два музея» рассказывает об особенностях каждого, ознакомец с экспозициями и культурно-образовательными программами. Также 2 июня в рамках фестиваля будет подписано соглашение о сотрудничестве между Амурским областным краеведческим музеем и Центральным музеем Великой Отечественной войны, который находится в Москве. Селфи со склерозом. Новый спектакль показали актеры Амурского областного театродрамы. Это одна из трех постановок, которыми артисты завершат творческий сезон. «Я с вами живу! Со мной живете? А вы знаете, сколько мне лет?» Из необычного не только названия спектакля, но и декорации. Все на сцене оформлено в бирюзовых тонах. Такова задумка режиссера Павла Рукавицына. Селфи со склерозом. Камерный спектакль. В нем задействовано всего лишь три артиста. Главную роль Майи Михайловны исполняет Наталья Петрова. Ей предстояло находиться на сцене на протяжении всего спектакля, который длился около двух часов. По строительству мы сели, стали считать, и оказалось, что в этом году исполняется 40 лет ее, в общем-то, творческой деятельности. Я говорю, о! Вот мы, значит, эту пьеску к этому делаю и приурочим. Оформление очень неожиданное, монохромное. В этом есть смысл, в этом есть стиль, в этом есть задумка. Опять же, больше ничего не скажу, дабы не раскрывать всех замыслов, так сказать. Если в 92-м, у вас только склероз и слегка повысит на нормасах, это очень неплохой диагноз. Сейчас актеры театродрамы готовятся еще к двум премьерам. Детский спектакль «Считай до пяти» юным зрителям покажут 1 июня. А 28-го, в день закрытия театрального сезона, артисты сыграют «12-ю ночь». Пели рок. В Благовещенске состоялся голоконцерт проекта «Нью Рок Стар Китс», который стал продолжением одноименного проекта. Правда, в прошлом году в нем участие приняли опытные певцы. Забыть слова не самое страшное. Главное – держать Марку на сцене и не выйти из образа, призналась Анастасия на прослушивании. А вот она спустя два месяца поет на одной сцене вместе с любимой Благовещенской рок-группой. Главное правило – только живое выступление, никаких фонограмм. Каждый из участников финала долго работал над образом, стилем и, конечно же, вокалом репетиции несколько раз в неделю. Лучшим стал Тимур Кузин. Именно он и получил гран-при этого конкурса. Будьте с культурой на «ты», проводите время с пользой. Если вы хотите пересмотреть этот выпуск или другие наши проекты, то обязательно заходите на наш официальный сайт amurobl.tv. Еще больше информации на страничке Instagram. До новой встречи в эфире. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!